Так уж повелось предыдущие 100 лет, что трейдерам довольно-таки сложно анализировать рынок вот в чистую, без каких-либо лампочек, индикаторов. Да-да, на самом деле более чем 100 лет, потому что раньше мы брали вот такой вот листочек примерно, 4, звонили по телеграфу, узнавали цену открытия-закрытия максимума-миниума предыдущего дня и таким образом выстраивали математическую форму. Если вы посмотрите за историей любого успешного, как минимум по биографическим заметкам трейдера, биржевика, инвестора, все они использовали индикаторы. Просто тогда не было компьютеров и индикатор выглядел исключительно линиями на листочке, я даже сомневаюсь, что А4. Но принцип вы поняли, людям проще всего анализировать через какие-то сторонние индикаторы, чем вплотную смотря на график. Так нам как-то сложнее все видится. Индикатор сглаживает все показания, индикатор показывает, что есть прямо сейчас, в настоящем моменте, что важно, а что нет. То есть отсекает и выделяет зерна от плевел. Поэтому я не буду спориться с тем, что вы используете индикаторы в своем анализе. Я прекрасно понимаю, что сколько бы я вам не говорил, что торговля без индикаторов более прибыльная, более эффективная, более привязанная к каким-то ценовообразующим факторам, вы все равно меня не будете слушать, потому что индикаторы это тупо проще. К тому же посмотрите на любого продавана. Они же прямо сегодня вам будут рассказывать про то, что именно их индикатор точечно чувствует каждое изменение на рынке. Все это, конечно же, бред собачий. Ни один индикатор, запомните, ни один, даже тот, про который пойдет речь сегодня, не прогнозирует рынок. Ни в коем случае. Индикаторы показывают то, что вы и так видите на графике. Просто, вероятно, вы этого не видите. Ну, не можете это интерпретировать. Банально, если говорить про какие-нибудь скользящие средние, про какие-либо полосы Боллинджера, все, что они делают, это показывают какие-то максимумы, минимумы и какую-то среднюю цену. Вы это можете увидеть сами, но, разумеется, индикатор это сделает быстрее, чем вы будете вводить разнообразную формулу. За 12 лет в трейдинге я проработал определенное количество алгоритмов, которые позволяют мне сегодня подтверждать тренд, подтверждать. А позволяют понимать, что сейчас вот-вот начнут этот импульс, и также указывать на какую-то главную свечу, с которой, скорее всего, пойдет движение в направлении тренда. При этом, эти же алгоритмы позволяют мне не только подтверждать мою точку входа, то есть я провожу анализ, изучаю тенденцию, выстраиваю уровни, и дальше, соответственно, мне нужно подтверждение того, что уровень защищается, и что мы идем в направлении тренда. Подробно об этом поговорим в этом видео. Суть в том, что эти алгоритмы помогают отфильтровать ложные сигналы от прибыльных, и, соответственно, сопроводить эту позицию и показать самое главное, друзья мои. Самое главное, знаете, в чем? Где поставить самый короткий стоп-лосс? Ну, это не самое главное. Главное, где выйти. Где выйти из позиции? Потому что, смотрите, огромное количество торговых стратегий, их огромное количество, их тысячи, их миллионы, все показывают, что вот здесь могли бы взять столько движений. Я вам сегодня покажу, по биткоину этот индикатор позволил взять там миллион пунктов. Но взял ли я этот миллион пунктов? Нет, 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 еще раз нет. Просто потому что в тот момент этот индикатор еще не был создан, но мои алгоритмы позволяют отслеживать подобные движения. Ладно, об этом чуть-чуть позже, но суть в том, что какую бы стратегию вы не использовали, она дает вам точку входа. Но вы никогда не знаете, где будет точка выхода. Вы не знаете, пройдет рынок 300 пунктов, 100 пунктов, возможно, вообще в обратном направлении пойдет, и лучше бы сразу нахрен выйти из этой позиции. Либо у нас 3000, 300 тысяч, 3 миллиона пунктов. Вы не знаете. И самое главное в стратегии, это то, чтобы вы знали, где выходить. Поверьте мне, это важнее точкой входа. И в данном индикаторе вложено, заложено все алгоритмы, наиболее рабочие, наиболее работоспособные, которые мне удалось найти за эти годы. Этот индикатор позволит вам подтверждать точку входа, быть уверенными в том, что действительно вы входите правильно, подтверждать тренд, подтверждать направление импульса, и также он позволяет вам выставлять самый короткий стоп. Банально на той свече, в которой вы входите, с обратной стороны выставляет стоп. Никаких альтернатив, вообще никаких. Не придумывайте, не вздумайте никогда к этому индикатору, додумывая, что я там добавлю еще 50 пунктов на проскальзывание. Нет! Если этот индикатор показывает вам, что здесь импульс, либо вы схватите маленький стопчик, либо вы получите импульс. Все! Других вариантов не дано. Не нужно ничего, пожалуйста, придумывай. Итак, сегодня я расскажу вам про алгоритмы, которые я впервые, наконец-таки, автоматизировал, долго к этому шел, но понял, что, наверное, нельзя уже откладывать. В общем, те технологии, которые я использовал для фильтрации точек входа, для сопровождения, поделиваю все, что я вам только что рассказывал. Все это автоматизировано в моем индикаторе STR. Этот индикатор в переводе обозначает System Trading Roshnow, то есть, система трейдинга Антона Рожновского, это я, кстати говоря, если кто смотрит меня впервые. И, соответственно, задача этого индикатора, ну, явно не в том, чтобы быть готовой торговой стратегией, но он действительно станет главнейшей, важнейшей, самой сутью любой торговой стратегии, которую бы вы не использовали. Если у вас нет этого индикатора, значит, ваша стратегия не дозарабатывает. Поверьте мне, вот на слов. Прямо сейчас мы с вами начнем, но перед тем, как мы начнем, по традиции я просто обязан сказать, вы, как профессиональный трейдер, обязаны использовать не только профессиональные инструменты, особенно те, которые предоставляет вам Антон Рожновский. Вы обязаны торговать у проверенных мною брокеров. У тех брокеров, которые не рисуют котировки, потому что этот индикатор, между прочим, основан не только на индикаторных каких-то настройках, он основан на безиндикаторном анализе в большей степени. То есть здесь внедрён алгоритм исследования без индикаторов, без индикаторного анализа рынка. Банальные математические формулы, изучение цен открытия, закрытия, максимум и так далее. Не будем в это особенно углубляться. Суть в том, что если ваш брокер рисует котировки, придумывает их, значит, это будет работать вдруг вам плохо. Переходим в описание этого видеоролика. Обязательно регистрируемся у брокеров, у криптобирж через рейтинг, через ссылки в рейтинге, в описании, собственно, там будет ссылочка на рейтинг. Заходим, регистрируемся в компаниях, выбираем проверенный мной. Если регистрируетесь прямо через рейтинга, по моим ссылкам, соответственно, получать дополнительные гарантии безопасности и бонусы и плюшечки от меня. Я напоминаю, что этот индикатор на текущий момент, в момент записи, разработан под MetaTrader 4. Это неспроста. MetaTrader 4 есть практически у любого уважающего себя брокера, потому что это самый популярный терминал до сих пор в мире. И главное, почему именно с MetaTrader 4 мы начали? Потому что этот терминал есть у криптобиржи Bybit. Да, все вы верно поняли. Устанавливаем туда, торгуем криптой в удовольствие. Теперь у вас не будет проблем с тем, где войти, как отфильтровать сигналы в своей стратегии и когда выходить из позиции. Давайте перейдем на график и посмотрим, как все это дело работает. Во-первых, для начала вы, разумеется, должны... Давайте порисуем. Давайте порисуем. Я думаю, что так всем будет понятнее. Найти какую-то область про торговки. То есть этот индикатор, по сути, конечно же, лучше всего подойдет тем ребятам, которые знакомы с моей методологией, понимают, как это все дело используется. Мы находим какой-то канал про торговки, в котором шла борьба между покупателями продусов. То есть то место, где копились деньги. Дальше мы дожидаем, чтобы цена отритестила либо в верхнюю границу, либо, соответственно, уровни выше. И, соответственно, таким образом мы понимаем, что здесь мы выше коридора мы покупаем, ниже коридора мы продаем. И, соответственно, что важно, да, от верхней границы коридора, если цена входит внутрь, мы продаем, да, от нижней покупаем. Как понять? Есть разнообразные паттерны, есть разнообразные вариации этого входа. По сути дела, сейчас нам достаточно исключительно индикатора STR. Сейчас он максимально сужен, потому что я выстраиваю уровни, но чуть позже мы разберем более подробно. Расставляем все необходимые уровни, увеличиваем график для того, чтобы у нас виден был каждый квадратик. Дальше просто дожидаемся подхода к уровню. Смотрите, на данном подходе к уровню мы видим, что у нас трендовое движение подтверждается только в бычий вариант. То есть если вы определяли тренд, вы используете тот самый канал про торговки, где копились деньги, и, соответственно, у вас он указывает вниз, а здесь у нас индикатор подтверждает тренд только вверх, то мы не используем, не торгуем этот сигнал. Поэтому здесь мы игнорируем. Мы не можем здесь продавать, покупать. Для того, чтобы покупать, нам нужно, чтобы цена пробила уровень и вернулась к нему. То есть уровни выше покупаются только на проборе теста, уровни ниже продаются только на проборе теста. Покупки возможны от уровней ниже на отбое, продажи, вероятно, на отбое от уровней выше. Ну, банальная логика любой моей стратегии. Вот вам классический пример входа. Смотрите, цена пробивает уровень, вот уровень, если что, потом к нему возвращается. Мы дожидаемся касания или плюс-минус подхода примерно цены к этой области, И уже отсюда, после касания или близкого подхода к уровню, мы начинаем смотреть, а что у нас вот тут Для того, чтобы нам продавать, у нас должно сложиться красный квадрат 1, красный квадрат 2, это продажа Соответственно, вот данный нижний, это точка входа, да, вы можете использовать или не использовать Здесь же смотрите по инструменту, периодически это нужно, периодически нет Выход у вас осуществляется по серединной линии и, соответственно, также можно это делать по нижней Там уже разберетесь, как что лучше, да, тут все очень часто зависит и от инструмента, и от стратегии Поэтому каких-то универсальных правил здесь нет Главное, чтобы для входа у вас совпадали верхняя и срединная линии Выход при смене квадратов на обратный цвет срединной линии или нижней Соответственно, на этом баре мы имеем возможность войти и выход у нас осуществляется вот здесь Тут заработано более 500 пунктов прибыли Индикатор четко отследил все движение, дальше у нас цена перешла в рендж Однако даже здесь мы могли рассматривать какие-то сделки на продажу с ночи И закрыть этой сделки было бы все равно без убыток Но, как вы знаете, я чаще всего торгую именно с 5-минутного таймфрейма Я выставляю уровни, смотрю, в каком направлении мне торговать И дальше перехожу на 5-минутки, там уже ищу паттерны И смотрите, как это классно работает Мы видим рост, мы видим подтверждение того, что у нас растущий рынок, как минимум здесь Но тут у нас не складывается пробой, у нас идет паттерн на отбой Продажа нам здесь не разрешена, потому что у нас квадраты здесь зеленые все, по сути дела И только вот на этом баре у нас уже складывается возможность, соответственно, продать И рассмотрим еще один пример Цена ударяется ровно в уровень Дальше, соответственно, у нас вот с этого бара только появляется подтверждение того, что мы имеем возможность ходить Желтые квадраты означают то, что пока что ни один алгоритм не подтверждает ни покупку, ни продажу Нам необходимо соответствие, как минимум, верхнего и срединного квадратов для того, чтобы рассматривать покупки Дальше выход у нас осуществляется здесь, прямо перед началом коррекции Далее мы вновь имеем возможность перезайти, тем самым взяв полностью это движение Немножко о тонкостях работы Я рекомендую для начала перейти на часовые графики Найти ближайшую область проторговки Здесь мы понимаем, что выше мы рассматриваем только покупки Размечаем основные уровни Также вы можете использовать здесь и классический Fibonacci Посмотрите, сколько здесь было возможностей для входа Заметьте, индикатор нам позволял войти здесь и вот здесь, прямо перед началом роста Также обратите внимание, что на выходе из этого коридора Вот тот самый первый бар, на котором он сформировался первый зеленый квадрат И второй зеленый квадрат Выставление за ним стопа нисколько не угрожало позиции Потому что цена сразу же ушла вверх Если вы используете грамотную стратегию Фильтруете ее с помощью данного индикатора STR Он всегда будет показывать вам самый минимально возможный стоп-прикад И, конечно же, точку выхода из этой шикарной позиции Повторюсь, что нижняя строчка индикатора STR Дает куда более чуткие сигналы изменения на рынке Возможно, это будет небольшая коррекция И это можно проигнорировать Но на других инструментах или в стратегиях, к примеру, скальпинга Наверное, лучше использовать именно первичные признаки Теперь давайте посмотрим дневной график биткоина Это у нас MT4 терминал криптобиржи Bybit Посмотрите, вот свеча, с которой началось крупное движение И также именно на ней у нас рисуют два зеленых квадрата После чего цена устремляется более чем в миллион пунктов прибыли Однако на касании к этому уровню Или к этому уровню Или к этому Или на пробое-ретесте данного уровня Мы имеем возможность перезайти в позицию Как именно использовать этот индикатор? На каком таймфрейме, с какой стратегией Не имеет абсолютно никакого значения? Главное, чтобы вы понимали Данный алгоритм Это автоматизация подтверждений Вашего входа и сопровождения позиций Это не готовая стратегия трейдинга Однако, даже по моим бесплатным обучающим роликам На этом YouTube-канале вы можете взять абсолютно любую стратегию И фильтровать ее сигналы с помощью индикатора STR И добиваться просто ошеломительных результатов Ищи данный индикатор на моем официальном сайте Рожновский.ру Все ссылки полезные будут в описании этого видеоролика Ну а у меня на этом все Ставь лайки, подписывайся на мой канал Пиши свои комментарии под этим видеороликом Задавай свои вопросы Я постараюсь на каждый из них ответить И не забывай жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео С вами был Антон Рожновский Используйте этот индикатор и зарабатывайте Все это сделано с помощью адского труда и практики За предыдущие 12 лет трейдинга на рынке Форекс и криптовалют Уж чего-то до это стоит До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok